всем огромнейший привет с вами снова и с вами продолжаем прохождение третьего ведьмака дикая охота сколько же тут шаловливых девушек в новинграде такое ощущение что 80 процентов женского населения новинграда занимаются проституции откуда столько денег у бедноты местные чтобы им платить за все это ведь спрос рождает предложение а если нету предложения то начнет у спроса посторонись геральт белый волк идет белогривый беловолосый ведьмак волкашки практически давайте сходим по этому заданию использовать ведьмачье чутье найти тайника оставить там священную книгу ну и тем самым поднять сигнала сигнал о встрече шпиону нуде тайник мать его за ногу нужен нужен и обте дал бы поесть слегка вообще легко а вот эти тайник самый тайник я подал условный знак шпион должен появиться в застенье перед полуночью застенье блин перед полуночью еще ё-моё опять около полуночи блин как мне это бесит это слово около полуночи вас медитировать нам да до полночи да и нет не выделываться чтобы не бегать целый час и не ждать пока он где-то там появится опять проститутка хочу вообще нас пошло название проститутки я понимаю почему пошло в там путана шалашовка каловушка б едино вот но это понятно а почему проститутка чего это вошло это ночная бабочка это это более как бы поэтично да пошел нахер блин сломты приблуда я сейчас тебе жопу меч засуну козлина и заставлю эту проститутки вы что вылезать ненавижу были стражников которые на меч это орут я только добро им делаю они суки орут и орут ты были мы достаточно сильны чтобы засунуть им блин этот меч в жопу действительно ну что блин медитация мать его за ногу до полночи ну очнись ё-моё надеюсь мы успели осталось спрятаться и подождать мы спрятались типа заметит меня даже слепой заметит да ладно лучшее место чтобы спрятаться классика это я согласен за дверью это великолепное место ждем раз час два час встреч да ладно я манал тебя в манал откуда ты узнал что дикто тебе сказал это она шпион это она шпион облезлый потолок грибок на стенах в углу мышиный помет губы сами складываются чтобы нет конечно же меня не она шпион этого не может быть я так пошутил я не знаю кто вы но вы вляпались в собственное говно по шею ты увяз еще глубже уверяю тебя но можешь еще вывести если ответишь на наши вопросы отвечу на каждый одинаково пошла ты с дамой так не говорят с дамой нет а с ведьмой можно с дамой с дамой с дамой с дамой с дамой на кого ты работаешь не скажу и речи быть не может ты уверен родовид я работаю на родовида но я не уверен можно было бы прибавить силу что родовид хотел добиться с помощью менги очистить подступы перед походом ну да город легче занять когда оттуда исчезнут чародей сволочь он заплатит за это мы ищем лютика я знаю что он попал в руки менги так это это все из-за него из-за ебаного министреля вы не могли сразу сказать вместо того чтобы херачить меня магией не верю из-за такой мудоты где алло лютик на храмовом острове в тюрьме под светилищем менги задумал для него показательную казнь в эксенфурте боюсь эти его гастроли придется отменить как вытащить лютика на свободу с острова возвращаются исключительно по приказу но менги к сожалению уже приказ отдать не сможет мы справимся у меня есть мысль я потом тебе расскажу хватит мы узнали все что хотели я безмерно рад надеюсь что в таком случае мы забудем об этом неприятном происшествии и не так быстро знаю он слишком много видел но как же ведь я вам я ничего никому или он умрет или я лишил его памяти сотри ему память но я же помог ну память всего лишь сотреть не сдохни же всего лишь память стерли как ты себя чувствуешь отвратительно ужасно это же лучше я долго могу продолжать чем его убивать просто стерли память и все умыться а можно с тобой я тоже хочу умыться и напиться может я тебя провожу не сегодня да как не сегодня не сегодня да ладно сегодня как раз тот день есть еще кое-что о чем я хочу с тобой поговорить зайдешь ко мне попозже мэнге мертв но мои неприятности не закончили всех убьем всех заряжем ты говорила у тебя есть мысль как освободить лютика да мы знаем что он должен быть отправлен с острова в оксинфурд по личному приказу мэнге верно точно и в этом вся проблема мэнге умер значит об этом знаем только мы он ведь мог убежать во время пожара значит может и вернуться он или кто-то очень-очень на него похожий доплер верно я думала о твоем знакомом дуду бивервельте который принимал облик купца низушка лютик говорил что он был тогда убедительный оригинала до такой степени что банкир вивальди дал ему взаймы пару тысяч крон не моргнув и глазом ага только он скрывается может присцила нам поможет может быть вполне возможно ну что неплохо мы тут потрудились убивать его не хотелось бы вот а оставлять его как бы без потери памяти тоже потому что если бы не было выбора мне пришлось бы его убить ну просто по одной простой причине потому что если он нам все рассказал то так же при любой пытке ну ладно не любой при жесткой пытке он расскажет про нас правильно правильно поэтому тут одно из двух или мы его убиваем или мы лишаем его памяти ну так как мы все таки немножко более мирные и геральт сам не особо приветствует убийство а он не сделал ничего плохого в отличие от ублюдка младшего который там бедных девушек пытал убивал сука а потом не вместе с ними в ванне с мертвыми развлекался то пока что смерти не заслужил по крайней мере от геральта вот ну это так вот мои мои как бы мы мысляки почему мы сделали именно так а не по другому я думаю что нужно с с три встретиться в убежище может быть у нас будет романтический лучшин я бы не против а то как то знаете все убийство до убийства иногда то и расслабляться нужно не только в обществе путан на обществе высоко высоко развитых чародей нужно же собрать полную коллекцию в виде того чтобы переспать с каждой чародейкой которую мы встретим в этой игре такая полная коллекция ачивок и трофеев так что трис я иду к тебе маригольд я уже почти около тебя ты чувствуешь мой запах видишь мои белые развивающиеся волосы интересно там у него волосы тоже белые так что то я как то это а у нее там тоже красные волосы посмотреть бы да игра не даст боюсь хотя у чародейки хотя у чародейки наверно там какая нибудь прическа интересная уже нельзя сдаться да да в прошлой серии я совсем забыл про свой супер удар поэтому сейчас я про него немного вспоминаю и еще буду им пользоваться ублюдка нет а люди его все еще меня преследуют идиоты ублюдок умер мы его убили замочили в своем собственном в его собственном сортире практически да замолчи ты ё-моё пока живешь ой дверь ты сама не закрыла блин старая эта карга да атрис как ты себя чувствуешь как ты себя чувствуешь так себе а почему ты спрашиваешь ну ты готова для ммм может сменим тему с удовольствием я сама хотела это предложить о чем ты хочешь о чем ты хочешь сказать я хочу странное сообщение и даже не знаю что об этом думать кто его прислал слуга ингрид вигельбуд кажется его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда и готова потратить на это значительную сумму ловушка надо полагать она это сделает не просто так в этом то и проблема вигельбуд хочет меня о чем то попросить но в письме нет никаких подробностей этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке и обещал все объяснить только не знаю стоит ли мне с ним встречаться чего ты боишься а вдруг это ловушка с одной стороны я бы не хотела упустить такой шанс нам же очень нужны деньги а с другой никто не может требовать чтобы ты рисковала жизнью я сама этого от себя требую беда в том что раньше с этим было как то проще раньше я не знала как это оказаться под пыткой слышать крики других и не иметь ни единой возможности им помочь же могла бежать в любой момент я знаю но я так испугалась а если меня закуют в настоящий двимерит ты же не всегда будешь рядом не нравится мне все это но раз уж ты уперлась одну я тебя не брошу спасибо и как ты собираешься искать этого слугу он написал что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса я должна его остановить и спросить сколько стоит форель кто это придумал как думаешь кто это придумал слуга или сама ингрид готова поспорить что ингрид обычно у слуг нет времени на чтение авантюрных романов ну да уж наверное будет лучше если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я но он то ждет меня ты постой где-нибудь неподалеку а я удостоверюсь что твое письмецо прислали неохотники хорошо встретимся на месте логично с одной стороны можно было сказать держись ты от этой фигни подальше с другой стороны хочется же все задания которые доступны нам сделать вот и не хочется пропустить какой-нибудь интересный сайт квест да и в конце концов эти квесты влияют потом на продолжение истории поэтому если сейчас мы например поможем заработать деньги чтобы она смогла уйти из новинграда нормально да живой живым так сказать живьем да етическая сила что за хрень эти люди ублюдка младшего не слишком вас много скотина а только из-за вас блин всякой нервотрепки только лишний идем дальше все пытаются нас в рыло почему-то бить не знаю почему и зачем и за что но убили мы этого сукиного сына и чё подумаешь не он первый убит не он последний блин я надеюсь что это не ловушка я очень не хочу чтобы три схватили мне абсолютно все равно ну ну да ты не знаешь где купить дешевую форель может и знаю но не с вами я должен был встретиться суда если хочешь поговорить с кем собирался то только в моем присутствии осторожность велит мне сейчас осторожность велит тебе не спорить поверь похоже у меня нет выбора пожалуйте за мной подозрительно на самом деле немного с одной стороны блин не знаю ладно сейчас сейчас мы все узнаем чё гадать я готов уничтожить двадцать тридцать пятьдесят человек а суда слуга ты живой мать его за ногу спасибо да это интересно а с какого чудо-юдо на меня бандит это напали не знаю я их первый раз видел может недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина знаешь что я тебе не верю скотина ты не госпожа вы должны были прийти одна если бы не он тебя уже вели бы на допрос тот высокий это вальдо мурис он работает на охотников за колдуньями а может вы и правы госпожа я просто не ожидал потому что госпожа бигельбуд если мы уже соблюли все шпионские формальности может скажешь кто то я лакей госпожи бигельбуд я не не хотел вас ничем обидеть господин почему госпожа бигельбуд не встретилась со мной лично она слежки боялась в последнее время она ужасно нервничала выкладываю уже в чем дело дело в сыне госпожи бигельбуд молодой господин альберт интересуется алхимией и про это пронюхали храмовый страж храмовая стража это еще ничего но на тебя напали подручные охотников значит дело серьезное да стражников госпожа бигельбуд подкупила но охотники платят за каждого найденного чародея так что должно быть стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи а потом все равно шепнули словечко охотникам откуда ингрид бигельбуд знала что надо обратиться именно к трис мы слышали что госпожа миригольд помогла исчезнуть мире байс когда на ту вышли охотники мира несколько раз оказывала госпожа ингрид магическую помощь в ее хворь похоже на правду мира говорила что занимается какой-то аристократкой похоже альберт должен исчезнуть как можно скорее я могу это устроить молодой вигельбуд сумеет незаметно выскользнуть из дома к сожалению это не так просто молодой барин сейчас укрывается в загородном имении нет проблем вывести его оттуда по тихому госпожа ингрид хочет устроить большой балл маскарад и вы хотели чтобы я там появилась и помогла ему бежать да без вас нам не справиться госпожа вигельбуд думает что за всей прислугой следят если охотники уже взялись за альберта вряд ли их обманет какой-то бал геральт бал у вигельбудов это не совсем обычный прием кажется на последнем балу подали 100 разных десертов а фейерверки пускали до самого рассвета в этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться восемью десятью пятью десертами всего лишь тут с назаирой нынче очень трудно достать как бы я хотела все это увидеть ждете на балу каких-нибудь неприятностей сложно сказать сейчас главное скрыть бегство молодого барина от его бабки жаль что нет выбора пойти с Трис или не пойти с Трис ну естественно я бы и так и так с ним пошел но если был бы выбор было бы более наверное интерактивно и интересен потому что возможно кто-нибудь не хотел бы с ней идти и правда довольно необычная семья не мне об этом судить надеюсь нам не придется оставаться до конца приема значит ты пойдешь со мной? конечно не могу же я тебя бросить когда ты будешь так рисковать подумай только восемьдесят пять десертов у тебя по-прежнему двадцать два дюйма в талии прекрати как мы попадем в умение? пожалуйста вот приглашение стражник у ворот получит особые инструкции наденьте пожалуйста маску лису хорошо? удачи вам удачи тебе тоже а че за хрен там толкал видите сбоку тоже в костюме может идем сразу туда? смеешься? нам нужно приготовиться, переодеться а самое главное купить маску у меня есть маска ты знаешь лавочку Элихаль? я уверена там есть все что нужно для балла я там был как-то раз Элихаль приятель Лютика только маски правда я надеюсь обойдется без парадного дублета дублет Геральт и это не обсуждается зайди ко мне да у меня есть маска блин подруга ты че? у меня же есть маска смотрите во или это не лисы нифига а это маска волка аааа все таки придется за лису эти ну ладно я уже стал более наглый и краду просто из-под носа у всех потому что никого не боюсь всех, всех зарежу, всех забью потому что я блин Геральт че за, че с камерой? а во как не мог выйти из видма чего чуть я че-то как-то странновато ну давайте сходим к Элихаль пообщаемся с ним, с ней, с нем как его там, хрен его знает, как его называть надо все таки с ним Элихаль, мать твою, ты где? приветствую пришел взглянуть на весеннюю камеру у меня маски нужны покажи мне свои товары разумеется маска лисы, говоришь? маска лисы а могу опять все маски купить а че там дуплет нужен, да? гантная рубашка сын туника легкий доспех дублет придворного дублет придворного полин не знаю покупать дублет не покупать дубли я не хочу покупать дублет никакой нафиг все маску лисы купил и хорош мне броня моя нужна я в ней чувствую себя более уверенно понимаете сухой комфортно в любой ливень а все-таки дублеты придворного отнимаю я же не придворный нифига так что просто несем маску трис такое ощущение что я уже пол жители этого города перебил по крайней мере и так кажется да я тоже знаю я дальше что может вернуться к нему тупо к сожалению нельзя с ним пообщаться на эту тему чтобы он знал знал да не зазнавался так это и есть мой дом брат подруга все старушка старушка лет моих душевных ты не злись не переживай где 300 ему нифига где она были стоит ух ты а ты ж красавица я забыл совсем же можешь в другом платье ходить без всяких там вылезов я вижу ты в отличном настроении ну и что ничего такое оживление тебе к лицу у тебя уже все есть можем идти ты разузнала что-нибудь про этого обеда среди чародеев о нем почти никто не слышал скорее всего он просто любитель тогда почему сторожа и охотники им так интересуются ловушка потому что легкая добыча разумеется именно поэтому мы должны ему помочь все готово можно идти жаль только что ты оделся не так как я просила и правда думала что я натянул кружевной воротник и штаны с оборками ты бы выглядел замечательно даже в турнире лучше не буду спрашивать что это такое придется удовольствоваться костюмом ведьмака так что идем белый волк и маски волка я думаю правильно фокс лисица тем более хотя хотел я деть другую наверное маску но почему бы и нет приветствую уважаемых господ мои гости госпожи вигельбуд покажите пожалуйста приглашение все верно вы найдете госпожу вигельбуд во дворе имения она в маске попугая и вот еще что мечи прошу оставить не могу это должно быть какая-то ошибка ты же знаешь зачем мы здесь разумеется но у меня приказ проследить чтобы все гости вошли во владение госпожи без оружия сразу желаю удачного вечера не нравится мне это вновь совсем не нравится понимать это может быть такая это может быть обычная подстава то есть мой сынок будет жив-здоров а взамен я вам отдам три смери гольд понимаешь что ж ты старых друзей не узнаешь это какая-то ошибка я вас не знаю не валяй дурака вивиана эти волосы я всюду узнаю можешь конечно строить из себя благородную но пока этот барон эдвард тебя из канавы не выловил ты была обычной довольно госпожа сказала что тебя не знаю а это у тебя что новый какой-то еще старше прежнего мне хер горбатый правду говорят чем меньше может тем больше платья сам напросился ненавижу драки ну не придется хотя бы перекатываться могу заточный горожанин мы твою за ногу чемпионом блин новиграда по дракам без правил дерешься вообще в курсе давай давай иди сюда что мы не будем обращать на себя что-то случилось ладно я всего лишь наказал наглеца чуть-чуть морец что ты здесь делаешь малютка мире год ну и ну а я думал будет шикарный прием да я тоже по тебе соскучилась но сейчас это неважно ты знаешь как выбраться из новиграда если хочешь можешь присоединиться к нам мы здесь по другому делу нет именно поэтому ну морец к вам это кому среди них есть и твои друзья когда мы все заберемся я выведу вас ты выведешь прости мире будет это все равно что дать себя вести храму утенку за сим прощаюсь кто это был это мой старый знакомый морец дефинтель я потом тебе расскажу давай сразу рассказывать подруга там какое-то задание смотрите есть еще одну давай посмотрим что здесь кто желает быть следующим прошу сударь диван он освободил место у стола и уже должно быть не вернется а что с ним стало какие-то добрые люди отвели его в сторонку чтобы он ничем себе не навредил ну давай сыграем чё нет поехали отлично противник ходят первым великолепно сколько у меня этих блин бьянку меняем это тоже меняем неосторожно значит будешь играть да ну посмотрим то ёшкин матрёшки на блин ёшкин перепел шкин блин потрох а я сдаюсь просто вот Пускай он там эти 22 очка Как хочет так и добирает Читерочек Блин Читачок он сука Читачок Как мне кажется Сучок Неплохо Вполне себе неплохо Слишком рано ясно Небо наверное завязывало Но это на самом деле Не так страшно Ой ясное небо Слишком рано я заюзал Ну вы поняли Я имел ввиду Мороз слишком рано я заюзал Офигеть не встать Ну ладно Сдаемся пока Хотя наверное можно было тут Догасить до конца И тупо выиграть этот раунд Ну ладно Хотелось просто сделать что-то интересное Считание свое хотелось сделать Вот такое смотрите Оф Читераст позорный Короче хотелось сделать вот так Потом сделать вот так Потом сделать вот так Вот Читераст Читераст Ну казь мы выменили Это уже отлично Сделать вот так Сделать можно было бы вот так На самом деле Если бы он не убил Казню мою эту штуку Я бы Чучелом поставил Естественно ее бы После этого делаем так Еще нужны карты просто Потом Потом делаем Вот так Какую-то я фигню придумал Да Неправильную совсем Я конечно выиграл Но Что-то как-то было все глупо Очень Победа Но Я с собой недовольна Вообще никак Скайта или мы получили карточку Да конечно Следующий противник Граф Гамо Селин Его отец в рассвете лет Поиграл фамильное имение В долине Нимнара Гамо пошел по его стопам Однако Не следует его недооценивать Отчаянные игроки опасны Согласен Играем Да ради бога Иди первым Я только этого и хотел как раз Отлично 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 Ууууау Просто великолепная Стартовая рука Как по мне Сразу же начинаем фармить или фармить блисташа противник спасавал ну логично что он спасавал как бы логично совсем а я хочу выбрать первый раунд за мной лично там делаем вот так делаем вот так потом делаем вот так то что тут выиграл это уже это уже однозначно и понятно противника нет никаких шансов на победу у меня слишком хорошая колода наверно для них особенно вот эти две карты цири с королем я просто сейчас поставлю цири он охренеет ах ты чертяра а потом вот так эстерат тэсэн я хотел узнать как его зовут просто но шансов никаких нет каких бы он карты дальше не ставил это уже очевидно единственное что может быть у него погода даже его не спасет мне кажется хотя колода у него прикольная действительно если у него там много всякой погоды есть какой-то плохой то может быть я и проиграю потому что колода у него топчик ну ясное небо всего лишь на все не думаю что он бы какую-то погоду свою плохую оставлял но потом поэтому я пасую ну смысла то что я сейчас использую ясное небо ли то что я не использую ясное небо нет ах он сукин потрох а он так все могу слить мог слить ну слишком уж хорошие карты у меня были в руке победа 20 и колода монстров брукса получаем сударь мариус флорин говорят благодаря амулету из кости ригера он никогда не проигрывает у меня есть иное мнение на этот счет да давай конечно сыграем играем вы делаете первый ход это плохо ну как плохо это не не гуд как я хотел бы отлично просто отлично что можно кейру заменить уау цири пришла красота цири цири она цирилушка моя еще и пугало пришло отлично вау два пугало пришло два пугало это конечно сильно я думаю куб сойдет или не посадет с пятью своими картами блин и 70 там пасану а я уже даже не надеялась противник спасавал тогда тогда просто изи вот так делаем и все можем начать с этой карты я даже не знаю как его тут побеждать то блин вне что мне нужно сделать чтобы проиграть даже не знаю он идиот почему он не почему он типа не сделал вот тут горн тут же было намного больше очень странный ход тем не спасает абсолютно ничего поэтому вот тут куча в руке еще карт которые никакой погоде никакой погоде будут неподласны он призывает лешего я призываю просто цири это который ставит точку в этой битве мы выигрываем следующую карту получена новый предмет лютик лютик серьезно лютик ну-ка лютик лютик что он делает то я мою ты циник свинтус бабника лжец и поверь ничего сложного в тебе нет что это за рог а ты рог что ли эффект рога уж возьмем вот это с собой в колоду если сделать невозможно все квест-комплит что ли представляете квест-комплит я короче всех обыграл кого только мог грегор ты деркова не видел минуту назад о простите я перепутал вас с моим другом у него похожая маска генерал ворхис геральт из ривии значит я не так уж и ошибся очень приятно а это прекрасная незнакомка подождем с формальностями до конца приема когда все снимут маски ведь так забавнее правда конечно а теперь прошу простить мне правда нужно срочно найти даркова приятного вечера какие встречи какие встречи эээ трис ты чё не стоит она они за мной вот он попугай конечно все таки мои паранойя моя паранойя по хитро сплетенным заговором то что это ловушка такой обмен трис на его сына как бы может быть не совсем охотники не появлялись с тех пор как они напали на моего слугу на рынке все улеглось но мне удалось подкупить одного человека из храмовой стражи и он сказал что разговоров об альберте все больше откуда стража вообще узнала что ваш сын занимается алхимией сожалению я не мог поручиться что сам альберт не начал похваляться очередным экспериментом он очень беззаботен совсем как его отец он был очень милый человек но совершеннейший болван его сожрал головоглаз вы не слышали эту историю он должно быть много путешествовал да где там наверное я радоваться должна что альберт увлекся алхимией она все же безопаснее пойдем за альбертом где он сейчас развлекает гостей на приемах он всегда душа компании поэтому я не хотела чтобы у кого-нибудь возникли подозрения когда он сможет выйти придется подождать пока гости не выпьет столько чтобы видеть только подносы с новыми кубками но не бойтесь это не займет много времени ваш сын собрался нам придется действовать быстро да я за всем проследила куда вы его заберете вам лучше не знать подробностей он будет безопасности обещаю вам но прошу вас положитесь на меня я не в первый раз это делаю я знаю благодарю вас как мы его узнаем он в маске пантеры альберт знает что вы за ним придете и он восторге от того что ему предстоит боюсь он не до конца понимает какая опасность ему грозит как я уже сказала он не слишком сообразителен относительно этого можете не беспокоиться в компании некоторых чародеев он придется очень кстати геральт мы пойдем поищем его я буду ждать новости в компании некоторых чародеев пойдем искать альберта что то я не очень понимаю конкретно найти то ему это маска пантеры как бы где ты блин трис вот он красивая маска альберт виден тут нет я черная пантера да явно что как бы интеллектом он немножко не отягощенный чуть-чуть да когда мы можем покинуть имение мама говорила что лучше подождать пока все напьются кроме того позже будут фейерверки это отвлечет внимание когда начнутся фейерверки я выберусь в сад встретимся в лабиринте мы будем ждать тебя там хорошо но сперва попробуйте этого розового фиора непременно ведь мы ничего не будем есть мы ничего не будем надеюсь альберт не забудет зачем они устроили прием может подождем саду я присмотрела там такой милый угол давай-давай в сад и я согласен пошли рис пошли почему можем не просто подождать а провести время с пользой может быть тебе тоже душно где она мать где она может сядем здесь до тебя не вижу исчезла невидимая блин как приятно снять маску хотя бы на минуту отсюда отличный вид и даже вино я страшно давно не выходила в свет нет правда это замечательная перемена после новоградских сточных каналов в таком случае самое время спросить да про этого чародея которого мы встретили а ты про морица что ты хочешь узнать все вы знакомы все чародеи друг с другом знакомы некоторым уже больше 100 лет а это достаточный срок чтобы перезнакомиться в таком случае когда ты с ним познакомилась давным-давно на одном приеме он подошел и сходу предложил телепортироваться в какое-нибудь уединенное место а ты ему отказала ты так думаешь он ухаживал за мной еще какое-то время мне показалось ты ему не нравишься я думаю он с удовольствием мной бы командовал но подчиняться но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из новограда иногда я и правда не знаю как я умудрилась собрать их всех вместе все просто у тебя есть харизма конечно харизма у тебя очень красивая тебя будут называть железные мере год ты могла бы даже носить повязку на одном глазу а я ты решила что ты серьезно конечно и серьезно смотри я совершенно серьезен кто-то идет маски 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 идиот нет просто какой-то заблудившийся гость чтх наверное ищет подружку как той эльфской сказке про лягушку и трясогуску инхуинху бег бро тихо тихо лягушонок тихо пойдем отсюда Надеюсь, что гости не напьются так быстро, как я Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше О, нет, я сперва осмотрю этот их знаменитый лабиринт Говорят, у них там скульптуры Совсем, совсем Вино какое-то странное Совсем голые Голая скульптура, да уж Ты сошла с ума, что ли? Они в вино подсыпают какую-нибудь, не знаю, там, димедрол, что ли, я мое Че с тобой, подруга? Ты же сколько там, сто лет, ты говоришь, а голую скульптуру, что ли, никогда не видела? Я могу тебе голову ведьмака показать Ну где твоя скульптура, блин? Ты уйдешь себе как маленькая девочка Лет пяти Поцеловать, конечно Перверки начались, правда, блин Не вовремя А то можно было бы продолжить Господа Мерегольд, наконец-то Мне жаль, что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах Хорошо сказано Ну что, в маске Геральта не узнать будет, совсем, совсем не узнать Я зря их отпустил одних, мне кажется Я, конечно, понимаю, что Трис может за себя постоять, но все же Но все же, все же, все же Альберт, ты обещал показать твой... Альберт, вот ты где, любимый Вот ты где Так вот, относительно закрытого показа При других обстоятельствах я бы показал тебе все Ой, прошу прощения, я... Отчего на меня-то тут? Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста У меня от мечей А то еще синяков себе наделаете Это вряд ли У меня нету этого, как его, ну вы поняли Твою мать Ну давай Откуда ты все взял? Кстати, драки, драки мои вот эти Это не мое самое... Самое неудобное для меня, наверное Потому что есть в Ведьмаке третьем, к сожалению Более неудобного я представить не мог бы себе Я хоть и чемпион Новиграда, но все же Их трое, а я один, понимаете, как бы Сейчас будешь зубами плеваться Да ты уже начинаешь Я смотрю Ты слишком медленный Я? Да, я медленный, я согласен Вы охотники за колдунами должны быть побыстрее, конечно У меня хп восстанавливается, зашибись Это же не драка такая, да Это же не честная драка Которая была с эльфом Хорошо, что у меня уровень повыше, чем 12 А то бы я долго тут мучился бы с ним, мне кажется Ну иди сюда Ух, ё-моё Больно, однако И ты такой же Сейчас будешь зубами плеваться А ну навали Блин, опять начинает вот эта фигня Сейчас будешь зубами плеваться Ничего себе, штаны какие-то там нашли Сейчас сделать невозможно Невозможно инвентарь, видите, открыть, к сожалению, свой Ах, одеться, чтобы, блин Чтобы мечишки свои дополнительные достать Пербить тут нахрен всех Эмм Я немножко заблудился, да? Но это бывает Наверное Лабиринт это не мое, понимаешь? То, что мы масками поменялись Это хорошо получилось, однако Я не ожидал, что они такие тупые Но они оказались тупыми Что могли спутать Видмака, блин С её сыном Ну хотя они могли знать Только про маску И всё А как он выглядит Они могли и не знать Я соглашусь Я уже начала беспокоиться У нас появились небольшие трудности Охотники? Они идут сюда? Нет, у нас есть ещё немного времени Но, пожалуйста, отправь кого-нибудь в сад Там надо прибраться Я прослежу за этим А вы поторопитесь А где моя платва? Всё готово Да Я забрала твои мечи у стражника А Ингрид ты дала мне денег Их здесь Гораздо больше, чем я думала Замечательно Так куда мы едем? Ты? Никуда Теперь у меня действительно появился шанс Вывести всех чародеев из города Так я тебе помогу? Если ты захочешь попрощаться То знаешь, где меня искать Попрощаться? То, что случилось у фонтана Мы не должны Я знаю, это из-за меня Вино ударило мне в голову Прости Не надо просить прощения Господа Мерегольд Нам пора Берегите себя Но это не честно, я считаю Совсем не честно Ладно Спасибо огромнейшим Всем, кто смотрел С вами был Ай Среди новых серий Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok